Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на замечательный вопрос, который написала нам Анна Гнусарькова. Она написала «Здравствуйте, мой сын Сережа интересуется, как пауки плетут паутину и как она образуется». Интереснейший вопрос. На самом деле, паутина – действительно уникальное природное вещество, и как она образуется, об этом мы сегодня поговорим. Мы находимся с вами в инсектаре Дарыновского музея, и вот тут при обрядом со мной замечательный экземпляр – это мексиканский красноколенный паук-птицеед. Довольно крупный, мохнатый, очень красивый. Приходите в музей и сами с ним познакомитесь. Паутина – действительно уникальное образование. Если вы себе представляете анатомию паука, у него есть головогрудь и брюшко, и на брюшке у него есть такие, так называемые, паутинные бородавки. Именно там находятся паутинные железы. В этих железах паутина находится в виде концентрированного раствора белкового, но когда паук делает свою паутину, то он выпускает эту жидкость через очень тонкий проход паутинных желез, и она выходит тонкой-тонкой ниточкой, которая примерно в 30 раз тоньше волоса. И при этом она практически моментально застывает на воздухе, и паутина становится жесткой. Кстати, действительно, паутина обладает массой уникальных качеств. Она очень прочная, она прочнее стали или прочнее такого синтетического материала, который создал человек. Называется этот материал кевлар. Ничего пока лучше, прочнее и эластичнее мы создать не смогли, но этот материал намного проигрывает по своим качествам паутине. Паутина способна при своей вот этой вот очень высокой прочности довольно сильно растягиваться, она эластична. И, кстати, это качество паутины используют некоторые животные. Например, калибри, когда вьют гнезда для своих будущих птенцов, то они обязательно вплетают в гнездо паутину. Это делает гнездо эластичным, и по мере того, как птенец растет, гнездо немножечко расширяется, чтобы подросший птенец мог там уместиться. Интересно еще и то, что паутина при намокании сжимается. То есть представьте, например, наши натуральные ткани, такие как клопок или шерсть, при намокании наоборот растягиваются, становится больше, а с паутиной все происходит наоборот. И это очень здорово, потому что, например, после дождя намокшая паутина как бы самонатягивается, потому что, действительно, она может растянуться, например, от попавших в нее насекомых. Надо сказать, что не все пауки плетут паутинные сети для ловли, добычи, но паутину делают абсолютно все, потому что паутина на самом деле бывает разных видов и нужна для разных целей. Во-первых, конечно, паутинные сети состоят из разных типов паутины. Есть паутинные нити, которые создают каркас, они более толстые, более прочные. А есть липкие паутинные нити, которые как раз как ловушка, как липучка для мух действуют, и к ним прилипают все объекты. Может быть, это какие-то насекомые чаще всего, а могут быть и какие-то даже мелкие, может быть, птички или мелкие летучие мыши, они могут в этой паутине прилипнуть и застрять. Пауки нередко используют паутину также для того, чтобы зафиксировать свою добычу, чтобы добыча не трепыхалась и не разрушила паутину. Они их обматывают паутинными нитями. Это другой тип нитей. Кроме того, пауки используют паутину для того, чтобы сделать кокон для своих яиц. Это очень важный способ использования паутины, потому что вот этот кокон, в котором хранятся яйца, это такой своеобразный банк, который очень ценен для животного. Кроме того, они используют паутину, например, для того, чтобы путешествовать. Выпуская очень тонкую паутинную нить, пауки прыгают, например, с ветки или с листа растения, на котором они сидят, и совершают полеты, перемещаясь на достаточно большие расстояния, используя в данном случае вот эту паутинную нить как парашют. Очень важную роль паутины играет в процессе ухаживания, потому что на паутину можно нанести феромон, специфическое вещество с запахом довольно сильным, которое привлекает противоположного партнера. Ну и многие пауки строят норы, и свои жилища они тоже обустраивают при помощи паутины. Они очень тщательно выстилают внутри норы все паутины, и все пространство становится очень таким приятным и уютным. Известно, что у некоторых видов пауков до семи разных типов паутины, то есть есть множество паутинных желез, которые производят паутину разного качества для разных целей. Ну и немножечко о рекордах. Не так давно, в 2001 году, на Мадагаскаре, был открыт паук Церастирис Дарвина. Для нас это особенно важно в Дарвиновском музее. И это удивительный совершенно паук. Непонятно, почему так недавно его открыли, почему раньше никто его не исследовал, потому что сам-то паук, в общем-то, обычного размера, но его паутинные ловчие сети — это просто фантастика. Представьте себе, что основные нити, поддерживающие паутину, могут быть перекинуты через реки, и длина таких нитей может быть до 25 метров. Мы можем себе представить, насколько прочной должна быть конструкция для того, чтобы вот такая вот вроде бы легкая эмфемерная паутина держалась на такой большой огромной площади. Ну и, конечно, поскольку паутина уникальна, у нее множество интереснейших свойств. Кстати, я не сказала еще об одном. С давних времен паутину в народе использовали как кровоостанавливающее средство. Паутина не вызывает иммунного ответа организма, и интересно, что на ней плохо размножаются разнообразные бактерии, в том числе болезнетворные. Поэтому часто паутину прикладывали на ранки или на поврежденную кожу, и таким образом это место быстрее заживало. И, конечно, у человека давно такая идея появилась — использовать как-то паутину, во-первых, в медицине, то есть, например, есть идея, что при помощи паутинных нитей можно сшивать нервы. Еще появилась новая идея, что при помощи искусственно созданной паутины можно создавать каркас органов, и затем на этом каркасе органов выращивать определенные ткани, и таким образом получать импланты, необходимые для больных людей. Но, как вы понимаете, пауки — это не фабрики, они не могут производить паутину в таких колоссальных масштабах, которые были бы нужны человеку. Возникает вопрос, а как же в этой ситуации быть? А в этой ситуации нам поможет генная инженерия. Представьте себе, что уже есть небольшое стадо коз трансгенных, которым вы в геном поместили ген, отвечающий за белки паутины, и от этих коз полученное молоко содержит паутинные белки. И из литра молока, такой вот трансгенной козы, можно получить, ну, примерно 4 грамма паутинного белка. Человек-паук — это герой комиксов и фильмов, а вот коза-паук — это совершенно наша реальность. То есть, действительно, такие животные трансгенные существуют. Но козы — это тоже не очень продуктивные животные. Ну, представьте, 4 грамма из целого литра молока. Коза все-таки не корова, животное небольшое, поэтому молока много не получишь. Есть более удобные объекты для получения нужных белков — это различные микроорганизмы. В первую очередь это дрожжевые грибки и различные бактерии, например, бактерии кишечной палочки, которые помещают в геном ген нужного белка, и затем можно получить достаточно большое количество вот необходимого белкового соединения. И именно этот способ используют для получения в том числе и белков паутины. Этот белок можно получить либо в виде порошка, либо в виде гидрогеля и использовать не только в медицине, на самом деле получен такой материал на основе этих белков, который называется биосталь. И этот материал очень прочный и при этом эластичный, используется, например, для производства спортивной обуви. И подобные модели уже существуют вполне и можно их даже приобрести. Ну и еще о свойствах паутины говорит, например, тот факт, что для того, чтобы обернуть весь земной шар, опоясать паутиной нитью, нужно всего-навсего менее 500 грамм паутины. То есть представляете, насколько действительно она тонкая и легкая, и несмотря на все те качества, о которых мы с вами сегодня уже говорили. Ну что ж, я надеюсь, ответила на вопрос. Мне самой было очень интересно в этом вопросе разбираться. Большое спасибо. Пишите свои новые вопросы в комментариях к нашим видео. Мы будем рады в них разобраться, найти интересные ответы. Приходите к нам в музей. Как вы видите, у нас есть не только чучело и картины, у нас есть живые объекты, с которыми вам интересно, наверное, будет пообщаться. Мы всегда рады вас видеть. Ну а если вы не можете к нам прийти в музей, участвуйте в наших зум-занятиях. Всем пока!